Эфирное время телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Махач Курбанов. Мои коллеги и я расскажем вам о последних событиях. Накануне в Дагестан с Хаджа вернулись первые паломники. Эмоции и впечатления первыми увидели наши корреспонденты. Уникальный самурский лес, как небольшой оазис с жизненным источником воды, может помочь и превратиться в пустыню. О проблемах реликтового лианового леса узнавали наши коллеги. В Каспийске прошло собрание представителей Федерации Дзюдо Республики Дагестан. Главный вопрос обсуждения – предстоящий чемпионат России в Нальчике. Счастливые лица и приятная усталость. Хадж выполнен. Накануне вечером в Махачкале приземлился первый самолет с паломниками. В аэропорт приехали сотни людей, чтобы встретить своих родственников и друзей. О впечатлениях и перенесенных мусульманами трудностях на благодатных землях в следующем сюжете. Миллионы людей вокруг, тысячи километров дорог, сотни достопримечательностей и десятки религиозных обрядов. Все это преодолели и повидали прибывшие паломники. В их глазах светится счастье и удовлетворение. Это я даже не могу передать словами такое впечатление душевное. Я не знаю, я копилась слезами. Величественное ощущение, как будто бы я попала в другой мир, как будто бы. Ощущение, как будто сверхчеловеческое. Ощущение такое, что невозможно выразить это все. Это надо посетить, это нужно побывать. В этом году одновременно совершили хадж свыше трех миллионов верующих. Святые земли Микки и Медины приняли у себя бедных и богатых, знаменитых и безвестных людей разных слоев населения. И все они покорно предстали перед Господом. Самое большое и самое приятное, что побывал нас заиграть у Пророка Салава Али-Ассаляма. Увидел Каабу, священное Медине. Просто говоря, такие неописуемые чувства. Чувства выполнил долго перед Всевышним. Самый обязательный, самый нужный долг выполнил. И прилет, я много прилетал, улетал, но сейчас уже как-то какие-то другие ощущения, что уже совершил большой хадж, пошел, ну, не буду говорить, столько трудностей, столько испытаний, столько всего, столько эмоций. Паломники постили исторически значимые места. Мечети, кладбище с подвижников и святых, места сражений, первых откровений, неспосанных Пророку Мухаммаду, мир и мои благословения. Среди мусульман были те, кто впервые в очередь увидел Каабу, направление которой молился с детства и долгие годы мечтал лицезреть вживую. У меня уже было такое состояние, что стоишь, прям внутри все тебя распирает, и ты говоришь «Хвала Аллаху». Я здесь стою, потому что я твой раб. И вот это все, внутреннее состояние, как будто тебя самого не хватает. Я очень сильно доволен, искренне. Каждому желаю в самое ближайшее время посетить эти святые места. Желаю нашим паломникам в первую очередь, чтобы Аллах принял их хадж. В действительности это было большим усердием с их стороны. Тем более приехали первый раз в совсем другую страну. Причем скопление людей более трех миллионов, как нам озвучивали цифры. Столько паломников было в этом году. И среди всех этих людей, что они смогли достойно выполнить столб ислама и приехать. Аль-Хамду-Лля, это радует. Пусть и ушли примет это. Туркомпания «Марватур» взяла на себя все организационные работы. В этом году для выполнения пятого столба ислама на святые земли отправилось более 6 тысяч дагестанцев. Первым рейсом вернулось около 250 человек. К их кеминам теперь с честью можно прибавить слово «хаджи». Дагестан отправляет гуманитарную помощь жителям города Ростова-на-Дону и Волгоградской области. Правительством республики принято решение оказать поддержку жителям, пострадавшим от крупных пожаров. Доставка гуманитарного груза осуществляется личным составом и техникой главного управления МЧС России по республике Дагестан. По словам начальника чрезвычайного ведомства Наримана Казимагамедова, сотрудники регионального МЧС неоднократно оказывали помощь жертвам катастроф и стихийных бедствий в различных регионах России. В Хасавюрте задержан продавец героином. Сотрудники полиции МВД России по городу Хасавюрт провели обыск в частном домовладении обвиняемого. Три полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом героин, а также 104 маленьких свертка, обмонтанные скотчем, внутри которых также находилось наркотическое вещество, было обнаружено и изъято в ходе проведения обыска. Общая масса найденного составила 616,6 грамм, что является достаточно крупным размером. Житель Таджикистана приехал сюда по приглашению, а героин ему прислали с родины, чтобы передал чей-то заказ. Так отвечает подозреваемый на вопросы следователей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы. О проблеме уничтожения Самурского леса говорят уже не первый год. Уникальный Лиановый лес оказался на грани исчезновения. Местные жители уже несколько лет пытаются отстоять памятник природы от строительства водозабора на его территории. Власти хотят обеспечить дербент водой из местных родников и подземных источников, утверждая, что это не нанесет вреда местной экосистеме. К чему это может привести, разбиралась Зумруд Гамидова. Леса, подобного Самурскому, нет во всей России. Уникальность заповедника в том, что он полностью зависит не от дождевой влаги, а от подземных источников, которые питают Лиановый лес. Уникальной экосистеме уже миллионы лет, но лес постепенно умирает. И главная его беда – человек. Настоящие джунгли. Лианы оплетают стволы деревьев, а трава настолько высокая, что кажется, будто здесь не ступала нога человека. Самурский заповедник – единственный в России реликтовый Лиановый лес. Но сегодня заказник больше походит на большую строительную площадку, нежели на охраняемый природный комплекс. Огромные буры до недавнего времени пробивали здесь скважины для водозаборных сооружений. И делалось это с подачей региональных властей. Якобы это позволит снабдить водой жителей Дзербента, Избербаша и других населенных пунктов. Однако, уже давно установлено обезвоживание самурского леса приведет к полному его исчезновению. Наблюдение мои высыхают ручейки. Вот в связи с этим, то, что высыхают ручейки и погибают деревья. Мы не против Дзербенту в Москве или кому-нибудь воду давать. Мы не запрещаем. Пожалуйста, берите. Но не таким методом, зеваровским, чтобы истребить лес, как говорится, сианы, ляновые, субтропические, и забирать воду. По словам лесника, заповедник меняется на глазах. Полностью исчезли олени и гиены, находятся на грани исчезновения косули. В реке Самур уже не водятся кутум, севрюга, кета, горбуши и другие ценные породы рыб. Высохли многие редкие деревья. Если так продолжится дальше, то вместо леса тут образуется пустыня. Стало плотность много. Они истребляют фазана кавказскую, истребляют косули. Если ничего не будет, пожалуйста, если будет, как говорится, геноцид, засуха, высыхание леса, так зачем угробить такой цвет? Лес исчезнет, в принципе. Местные жители протестуют не столько против возведения водопровода, сколько против бурения артезианских скважин, в результате чего может резко снизиться уровень подземных вод. Это, считают они, приведет к гибели лианового леса и повлияет на снижение воды в колодцах местных жителей. Вдобавок в Самуре нет санкционированной мусорной свалки. Насчет мусора в Самурском участке сильнейшая проблема. Это последние 10 лет. Вообще и раньше не было санкционированной мусорной свалки. И сейчас в Самурской зоне нет мусорной свалки. Хотя плотность населения растет, все эти чудовища 21 века, пластиковые изделия, которые не гниют сотни лет. О чем мы должны, жители Самурской зоны, делать, если государство ноль внимания на нас? Пускай администрация выделяет средства, пускай выделяет транспорт, пускай выделяет двухработников, по периметру села пройдут, благоустройство, мусор, все. Местным жителям не остается ничего, кроме того, как надеется, что конфликт не перейдет во что-то большее. Водопровод построят, в Дербен поступит вода, а правительство примет программу по спасению и сохранению уникального лианового леса. Пока лес сам справляется с антропогенным воздействием. Но вопрос в том, надолго ли ему хватит природного потенциала. Ну а пока что, вместо того, чтобы поддержать лес с посадкой свойственных ему видов, мы вырубаем и строим. Зумруд Гамидова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Магарымкенский район. Дагестан впервые присоединился к совместной благотворительной акции РУСФОНДА и Центра молекулярной диагностики «Спаси жизни ребенку с лейкозом». Мероприятие приурочено к Всемирному дню донора костного мозга. Как сдать кровь, чтобы попасть в национальный реестр доноров, узнавала Лориана Шамхалаева. Доноры костного мозга дают надежду больным неизлечимыми заболеваниями, лимфомой, лейкозом и другими видами онкологических недугов. Чем больше потенциальных дарителей, тем выше вероятность совпадения, а значит и выздоровления рецепиента. Раньше для того, чтобы подобрать совместимого донора, приходилось искать его в странах дальнего зарубежья. Поиск обходился в сумму от 18 до 40 тысяч евро. Но даже при таком раскладе вероятность совпадения ДНК-материала была недостаточно велика. Дагестан – это территория, на которой населяет большое количество разных национальностей, в том числе малых народов. Генетическая уникальность населения Дагестана предполагает, что донором может стать только сородичь, соотечественник, потому что они будут близки на генетическом уровне. Процедура забора не отличается от обычного анализа. Дагестана абсолютно безболезненно необходима всего 9 мл крови из вены. Возраст потенциальных доноров от 18 до 45 лет. Показания – отсутствие хронических заболеваний. Однако, как замечают врачи, некоторые нередко пугаются, услышав сочетание слов «пересадка костного мозга». Многие люди, в Дагестане я поняла особенно, потому что мы здесь проводим акцию первый раз, не совсем понимают, что такое костный мозг и что такое пересадка костного мозга, зачем она нужна. Потому что звучит это очень страшно. Многие люди путают костный мозг со спинным. Они думают, что им для того, чтобы стать донором костного мозга, будут дробить кости или разбирать их на органы или засовывать иглы им в спину или что-то еще. Стать участником акции «Спаси жизнь ребенку с лейкозом» может любой желающий. Мероприятие, стартовавшее сегодня, продлится до 14 сентября в медицинском офисе СМД. О спорте. В Каспийске прошло собрание представителей Федерации дзюдо Республики Дагестан. Главным вопросом обсуждения стала подготовка к предстоящему чемпионату России, который состоится в середине сентября и пройдет в Нальчике. В рамках встречи президент Федерации дзюдо Дагестана Шарухан Абдулатипов поощрил бронзового медалиста универсиады Абдулу Абдулжалилова и его личного наставника Шамиля Алиева. В свою очередь спортсмен и тренер выразили признательность за оказываемую поддержку. На этот раз я стал третьим, но не сядем. Будем знать свои ошибки и в дальнейшем будем исправлять и идти дальше. Также на собрании был представлен новый вице-президент Федерации Заур Расулов. Напомним, что дзюдоисты страны и сборные федеральных округов будут бороться за награды национального чемпионата в Нальчике, который пройдет с 16 по 19 сентября. Соревнования определяют сильнейших спортсменов страны в 16 категориях, а также лучшую региональную сборную. Курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 14 копеек, евро 68 рублей 24 копейки. На этом у нас все. Заходите на наш сайт nnttv.ru. Желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова